Всех приветствую! Это очередной выпуск видеообзора, посвященного косметике Кайлин. И главным героем нашей сегодняшней встречи и нашего видеообзора является средство, которое называется Tinted Lip Balm. Это та самая изумительная матовая помада, которая совершенно не чувствуется на губах и о которой хочется рассказать подробно. Это средство. Одно из трех средств, обладающих двумя самыми важными функциями. Даже сама фирма Кайлин их выделяет в отдельную позицию у себя на сайте и всегда на своих стендах. Это средство, которое мало того, что водоустойчивое, оно еще и длительного ношения. И, соответственно, замыкает тройку средств, о которых я вам рассказала в первом и втором выпуске видеообзора. Итак, повторюсь. Эти три средства. Это гелевая подводка для глаз, это подводка для бровей G-Lux и вот третье средство Tinted Lip Balm. Как всегда, производитель действительно подошли со всей творческой фантазией и, видимо, с большой любовью к этому средству, потому что все, начиная от упаковки цветовой гаммы и заканчивая ощущением на губах, а также составом, так и хочется подчеркнуть и отметить и обратить ваше внимание на это. Расскажу поподробнее. Палитра цветов включает в себя 18 оттенков, то есть на любой вкус, на любой повод можно найти оттенок помады для себя. Отдельно хочется отметить это ощущение. Когда ты наносишь помаду, ты видишь плотность цвета, но совершенно не чувствуешь ее на губах. И в качестве финиша мы получаем абсолютно матовые, идеальные губы, которые не сохнут, не сворачиваются и очень долго держатся. Главное условие, когда вы наносите помаду, дать ей какое-то время схватиться, ну если можно так выразиться, на губах. И потом эта помада будет держаться долго-долго, ровно столько, сколько вам нужно. Это при том, что она совершенно натуральная по своему составу и также, как и в предыдущие средства, не имеет никаких вредных веществ в своем составе. Ни парабенов, ни сульфатов, ни пропиленгликоли, а еще более того, дополнительно оснащена витамином Е, который, это прописано в упаковке. Есть витамин Е, есть антиоксиданты. Следом, я хочу сказать о том, что опять мы сталкиваемся с их гениальной упаковкой. Это усеченная трапеция и баночка с кисточкой в составе. То есть очень удобно эту помаду брать с собой. Наносить ее можно, в принципе, при желании и пальцем, особенно если речь идет о натуральных оттенках или об оттенке номер 09 Velvet Rose. Получается эффект целованных губ, если нанести немножко небрежно пальцем посерединке. Ну, пейзажисты знают. Итак, приступим к подробному рассмотрению оттенков и цветов. Вот перед вами палитра из почти 18 оттенков. Здесь не хватает двух цветов. О каждом цвете останавливаться и говорить отдельно, я думаю, не имеет смысла. Вы и так видите, что достаточно большой выбор оттенков. И действительно, здесь есть натуральная гамма и оранжевая, и красная, и розовая, и холодные, и теплые оттенки. Поэтому могу сказать вам, что, во-первых, они все матовые, не перламутровые, потому что они все дают матовый эффект. Вот. Они все одинаково плотно ложатся. Сразу это видно, когда ты наносишь цвет на губы. Сразу ты этот цвет видишь. Достаточно высокая плотность пигмента. Они все абсолютно невесомые, но из личных наблюдений могу сказать, что некоторые цвета более сухие, если можно так выразиться. Производитель утверждает, что на более сухое ощущение влияет оттенок цвета. Вот. Но, опять же, это очень субъективное мнение, поэтому я думаю, что есть смысл каждому из вас, если заинтересуют вас эти средства, попробовать. И действительно подтвердить или опровергнуть мои слова. Что могу сказать? Среди этих помад большое количество оттенков нашли своих постоянных почитателей. Цвет номер 6 под названием Fiesta. Ездил на чемпионат мира в Милан. Цвет номер 08 Big Apple. Идеальный красный матовый цвет, который очень популярный уже более как полтора года. Его уже все полюбили, распробовали и активно его заказывают и используют. Цвет номер 05. Самый красивый из натуральных оттенков, который сразу был замечен и визажистами, и клиентами. Вот следующий фаворит по оттенкам, это номер 15, цвет Scarlet. Его можно описать как алый красный. Вот. В такую морковную сторону уходящий. Цвет, который напоминает мне платье Валентина. Вот. Именно тот оттенок красного цвета. Чистый, алый, без примесей. А вот тот самый 0,9 цвет Velvet Rose, который дает эффект целованных губ. Тоже можно на него обратить внимание. Забегая вперед, хочу сказать, что в следующем видеообзоре я вам расскажу о новом средстве, которое недавно появилось в косметике Кайлин. И благодаря которому цвет помады, вот любой из представленной, можно усилить и получить просто вау-эффект. Ну а сейчас мы посмотрим на цвета. Сейчас вы видите практически полную экспозицию цветов, за исключением двух оттенков, 10 и 12, которые представлены на вашем экране. Это, по-моему, самая информативная часть нашего видеообзора, где можно увидеть, как выглядит каждый цвет, какие разнообразные оттенки и насколько они яркие и выразительные. И насколько они разноплановые. Сразу могу сказать, что среди всех оттенков на сегодняшний день уже появились оттенки-фавориты. Это и номер 6, Fiesta, который уже уезжал, ездил на чемпионат мира в Милан по макияжу. Это номер 08, Big Apple, который дает идеальный красный матовый цвет губ. Это еще один оттенок красного, 15, Scarlett, который в более алую сторону красный. Это пятый номер, натуральный, очень плотный, очень естественный, цвета какао. Очень красиво ложится на губы. Это номер 3, Sunburst, для любительниц ярких губ. Это номер 01 и 02, очень интересные пастельные оттенки, достаточно светлые, выразительные. Вот, также 13 номер, довольно известный. Очень интересная история была с 11 номером. Когда только он появился, он был немножко другим по оттенку. Но потом производители решили, что 11 номер должен быть другого оттенка. И теперь мы имеем вот такой оттенок. Вот, удивительная история, очень интересная, но это правда. Вот, так что, как вы видите, все оттенки достаточно разноплановые, разнообразные. Все они одинаково матовые. Вот, но из своих ощущений могу сказать, что некоторые оттенки ложатся более мягко, а некоторые ложатся более сухо. Как утверждает производитель, это связано с конкретным пигментом, с конкретным цветом. Вот, какой-то из цветов дает большую сухость. Не могу сказать точно, какой из оттенков, потому что иногда это Acid Pink номер 14, а иногда это номер 04 от M Sun. Могу отметить, что палитра оттенков достаточно выразительная, достаточно большая и действительно можно выбрать любой цвет на любой вкус. Сейчас на примере некоторых цветов я покажу вам качество плотности пигмента, покажу вам, насколько плотно ложится цвет и покажу вот это, так называемое, ощущение более сухой по консистенции помады, в отличие от другой, более кремовой. Например, интересный оттенок Нуга номер 11, о котором я говорила. Вот, посмотрите, его цвет, достаточно такой теплый, абрикосовый, с розовым подтоном, который сразу виден, если набрать кисточкой. И вот как он ложится, достаточно плотно. И вот более сухой Acid Pink. Вы даже видите, что это все очень относительно и очень субъективно. Номер 17, черри. Красивый оттенок, розовый, полупрозрачен. А вот хит сезона 03 Sunburst. Посмотрите, как он жирно ложится, если можно так выразиться. Очень красивый, яркий, вкусный, сочный цвет. Один из натуральных оттенков Apple Pink номер 12. Видно, который достаточно мягкий, прямо аж блестящий. Вот, но уходит в розовую сторону, телесно-розовый. И рядом с ним, всем полюбившийся, натуральный 0,5. Более холодный. Вот цвет. А вот последний цвет в палитре, номер 18, Мауф. Вот он. И вот он на руке. Цвет номер 07, Мока. Коричневый. Интересный цвет. Ну, и еще один красивый цвет покажу вам. Называется он Bubble Gum. Действительно, цвет жвачки. Из детства. Не хватает только для полноты картинки запаха жвачки. Но запаха нет в комадах. Ни запаха, ни веса. Если можно так выразиться. Вот они на губах совершенно не чувствуются. Посмотрите, как красиво. Более нежный. Очень хочется показать вам еще пару оттенков. Или даже не пару в работе. Но я думаю, что это будет гораздо лучше смотреться на губах. Поэтому последующие видео будут обязательно с примерами макияжа, выполненными средствами марки Кайлин. Ну что ж, мои дорогие. Данным видео я заканчиваю серию обзоров средств водоустойчивых и до длительного ношения в косметике Кайлин. И перехожу ко всем остальным средствам декоративной косметики, которые очень разнообразно и множественно представлены в этой марке. До новых встреч! Жду ваших комментариев на своем канале. Пока! Субтитры подогнал «Симон»